Настоящий день добра устроили гидроэнергетики в детском саду «Радуга». Здесь воспитываются особые дети с нарушениями зрения, поэтому методы их обучения тоже особенные. И Саратовская ГЭС уже в пятый раз дарит ребятам иллюстрированные рельефные книги, которые помогают деткам изучать мир. Уже на протяжении пяти лет «Русгидро» поставляет нам данные книги. И, видимо, там у них находятся такие специалисты, которые понимают, что необходимо для детей с нарушением зрения. В этих книгах через тактильные ощущения, слуховое восприятие уточняются вот эти знания об окружающих предметах. У них очень интересное содержание. Здесь и патриотическое воспитание, и волшебные сказки, и обучение грамоте идет, театральные постановки. То есть дети исполняют роли различные. А для детей тотально слепых у нас есть дети незрячие. Там даже нанесены точки азбуки Брайля. Эти книги эксклюзивные. Они не поступают в продажу, а распространяются среди учреждений, в которых воспитываются и обучаются дети с нарушениями зрения. И компания «Русгидро» уже в одиннадцатый раз организует в городах присутствие акцию «Книжки в подарок». А в нашем городе она прошла в пятый раз. Существует такой благотворительный фонд – иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Так вот, вместе с этим фондом компания «Русгидро» уже на протяжении одиннадцать лет проводит акцию «Книжки в подарок». Мы на местах, в регионах выясняем, какова потребность вот в таких специальных книжках. Выясняем, сколько у нас специализированных учреждений, сколько детишек в них занимается. И с учетом этих данных уже подаем заявки и получаем книги, которые были изготовлены вот этим самым фондом. Мы очень внимательно прислушаемся к мнению профессионалов, к мнению педагогов, дефектологов, родителей и самих детей. И каждый год на протяжении всех пяти лет, ну, буквально восхищение высказывают все те, кто так или иначе имел дело с нашими книжками, держал их в руках. Ребята и педагоги детского сада «Радуга» с нетерпением ждут День добра, потому что знают, к ним обязательно придут долгожданные гости с необычными книгами. И в этот раз гидроэнергетики подарили девять комплектов рельефных книг. В развивающие и обучающие комплекты вошли издания животных, музыкальные сказки, игровой набор, а также электронные устройства «Волшебный карандаш», который позволяет считывать микрокоды и воспроизводить текстовые и музыкальные файлы. И детки, их мамы уже видят положительные моменты от обучения по таким книгам. Нашим деткам это очень полезно. Да, я думаю, даже любым деткам, даже здоровым деткам это очень полезно, потому что это интересно, это всё в игровой форме проходит. Такая книжка ей будет очень помогать по жизни. Даже в том, что она же читать ещё пока не может, буквы она ещё не знает. То есть научиться этому всему сложно. А там есть вот этот карандашик, который включается, как мы видели, правильно? И она может хотя бы слушать. Уже тоже проще ребёнку с этим. Дети с интересом изучали необычные книги. Они трогали рельефные изображения, слушали сказки. Один из комплектов превращается в декорации для театра. Поэтому ребята изучали возможности постановки спектаклей по мотивам услышанных сказок. А те дети, которые начинают учиться читать шрифт Брайля, сами пытались прочесть написанные. Уникальные книги, подаренные гидроэнергетиками воспитанникам детского сада номер 3, позволяют ребятам с нарушением зрения увидеть иллюстрации, почувствовать и ощутить окружающий мир. Развивают осязание и доставляют огромное удовольствие от общения с прекрасным другом – книгой. А также даёт деткам возможность приобщиться к миру литературы и искусства. Субтитры создавал DimaTorzok